Самарские улицы Мы расскажем вам, почему и в честь кого названы улицы Самары, имена которых вы слышите и произносите каждый день. Проезд Метерева находится в Октябрьском районе города Самары. Это часть улицы Новая, которая находится между улицей Гагарина и Московским шоссе. 29 мая 1980 года она была переименована в честь деятеля здравоохранения Георгия Андреевича Метерева. Георгий Андреевич Метерев – один из тех самарских медиков и ученых, чье имя прогремело на всю страну. Он достиг успеха не только в медицине, но и построил успешную карьеру, стал наркомом здравоохранения СССР. А в годы Великой Отечественной войны на плечи Георгия Андреевича Метерева легла огромная ответственность за проведение в нашей стране противоэпидемических мероприятий не только в тылу, но и в тяжелых условиях боевых действий. Когда мы смотрим на эпоху Великой Отечественной войны и видим в кадре фильмов врачей, медсестер, которые вытаскивают солдат, мы должны понимать, что за всем этим стоял человек, о котором мало кто знает, мало кто слышал. Никто и не думает, что всем этим кто-то управляет, эти военно-полевые госпитали откуда-то берутся, кто-то для них готовит медиков, их как-то перемещают. То, что у нас военно-медицинская академия была в городе в годы войны, тоже мало кто знает. И вот за всем за этим стоял Метерев. Георгий Андреевич родился 20 апреля 1900 года в селе Бариновка Пузлуховского уезда, сейчас это Нефтегорский район Самарской области, в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу, потом земское училище. На всю жизнь Георгий Метерев остался благодарен своей учительнице, которая помогла ему сдать экзамен в учительскую семинарию. Заканчивал же он семинарий уже в Самаре весной 1918 года. Когда он закончил духовную семинарию, его путь неожиданно изменился. И здесь из-за гражданской войны оказалось несколько эвакуированных институтов. В 1918 году, еще когда здесь были Чехословакии, и мы были столицей так называемой Российской Демократической Федеративной Республики, было принято решение о создании здесь университета. И он поступил в университет. Причем, как современные наши сверстники, которые поступают в вузы, попытался это сделать на несколько факультетов. Медицинский и агрономический. И на оба проходят. После чего ему сказали, ну ты уж выбери, куда. И парень из деревни решил, что ему все-таки ближе не агрономия, а именно медицина. В ней он видел будущее. Кроме того, гражданская война, проблемы. И как показал, буквально через три года обрушившийся на Самару и по Волжью голод, он был прав. Он был прав, потому что медицина была важнейшим плечом к преодолению тех кризисных ситуаций, которые 20 век предлагал живущим в его эпоху людям. В годы гражданской войны в России свирепствовали эпидемии холеры и тифа, причем из-за острой нехватки медикаментов и медиков, а также низкой санитарной культуры населения, эти инфекции уносили жизни куда больше, чем боевые действия. Например, в 1920 году в госпиталях от ран умерло 3731 боец Красной Армии. От эпидемиологических заболеваний за этот же год скончалось 174 293 человека. Поэтому проблема правильной организации санитарных мероприятий в стране в это время стояла очень остро. Он очень активно боролся с эпидемией, он был специалистом по гигиене, его это очень интересовало с детства. И поэтому, в общем-то, наверное, то, что у нас здесь не было никаких подобных проблем особых, это тоже его заслуга. В 1925 году, сразу после получения диплома врача, Метерев был направлен на работу сначала в Самарскую городскую больницу, а затем в город Меликес, где уже вскоре был назначен заведующим районным отделом здравоохранения. Дальше служебная карьера молодого врача стремительно пошла в гору. В 1932 году Метерев стал работать в Самаре государственным санитарным инспектором Средневолжского края, а затем главным врачом больницы имени Пирогова. А в 1936 году он возглавил клиники Куйбышевского медицинского института. Постановление Средневолжского комитета было подписано в 1930 году о начале строительства клиник. И в течение пяти лет это строительство очень сложно велось, с большими трудностями. Сменилось достаточно большое количество главных врачей, потому что ответственность за строительство возлагалась не только на строителей, но и на главного врача, который назначался уже на достаточно ранних этапах, чтобы курировал эту стройку. И на должность эту в 1936 году был назначен Георгий Андреевич. И он обладал незаурядными очень организационными способностями и достаточно быстро завершил строительство хирургического корпуса, подземного перехода и запустил в эксплуатацию полный блок зданий клиник. И Ярошевский, и солдатов, и те люди, которые занимались военной хирургией, или там работали с нашими раненными воинами, они были очень достойны этих названий, но они были каждый на своем месте. А был человек, который все это объединял и управлял процессом очень сложным, благодаря которому у нас в городе появилось определенное количество ИВАКО госпиталей. И вот из-за этих решений, например, Моресев у нас вставал на ноги после ампутации конечностей и возвращался в строй, да. А если бы не, допустим, решение, принимаемое наркомом Метеревым, то многое в медицинской истории нашего города было бы не так. И вообще во всей военно-медицинской истории во время войны многое было бы не так. Семь лет Георгий Андреевич проработал главным врачом больницы имени Пирогова. С июля 1939 года назначен наркомом здравоохранения РСФСР. Затем занял пост министра здравоохранения СССР. Потом карьера круто пошла под уклон, потому что, видимо, не все делал так, как хотели от него руководители тех лет. Видимо, что-то не так сделал, что-то не так сказал. И оказался в институте Эрисмана руководителем одной из кафедр, причем своей любимой гигиены, то есть долгое время этим занимался, уже не получая особых постов. Но свое дело он сделал. Доктор медицинских наук, профессор Метерев участвовал в создании и укреплении органов здравоохранения в Западной Украине, Западной Беларуси, в республиках Прибалтики. Насколько известно по многим документам, человек обладал профессиональными знаниями, незаурядным организационным талантом. Очень много сделал для развития здравоохранения в Куйбышевской области, сейчас в Самарской. Очень много сделал для развития здравоохранения в Российской Федерации, как республике Советского Союза и всего Советского Союза в целом. И возглавлял эту отрасль в течение всей Великой Отечественной войны. Когда его не стало, в 1977 году, в 1980-м, было принято решение о номиновании проезда в его честь. Знать о людях, именами которых названы улицы, означает знать историю и культуру своего города, своей страны, своего народа.